приветствую вас друзья с вами коз и вы на канале империал у меня хорошие новости для всех любителей стратегических игр от компании парадокс наверное вы уже знаете или же сейчас узнаете что вчера берлине в ходе проводимого студии парадокс ежегодного мероприятия pdx-con 2019 было анонсировано продолжение культовой серии crusaders kings в этот раз она будет идти под номером 3 crusaders kings free известный веб-сайт посвященный компьютерным играм rock paper shotgun выдал статью по этому поводу статья вышла под названием 10 фактов о будущей игре за авторством а нет кроули перевод которого предлагаю вашему вниманию текст перевода я взял с популярную известнейшего форма по играм парадоксов стратегиум также выражаю благодарность за перевод текста камраду эклариус надеюсь я верно прочел его ник но если нет прошу прощения и так crusaders kings free 10 фактов о будущей игре данный текст я буду зачитывать от первого лица в частности от автора на это кровали поехали приветствую друзья сегодня на pdx-con 2019 берлине парадокс интерактив анонсировал crusaders kings free с хором зловещих фигур балахонах и потрясающим мрачным трейлером спустя 8 лет после релиза предшественник crusaders kings 2 продолжает набирать популярность благодаря своему последнему крупному дополнению священная ярость выпущенном ноябре прошлого года но пришло время отправить этого старого боевого коня студии парадокс интерактив на пастбище в любом случае отныне играть crusaders kings 2 можно бесплатно но что же ждет подающих надежды герцогов халифов императора священной римской империи в crusaders kings free к счастью я провел начало месяца с парадоксами стокгольме где даже тематически подходящее заражение крови не могло помешать мне впитать все что можно было знать о строящемся грандиозном гиганте стратегии я буду публиковать более длинные фрагменты рассказывающие о сути игры ближайшие недели но сейчас вот краткое изложение того что мы знаем на сегодняшний день релиз 2020 году после более чем четырехлетней разработки crusaders kings free еще предстоит проделать много работы и хотя парадокс интерактив уверен в том что crusaders kings free увидит свет 2020 году моя интуиция подсказывает мне что вряд ли стоит ждать релиза игры раньше лета по словам дизайнеров с которыми я разговаривал crusaders kings free уже намного превосходит набор функций которыми обладал crusaders kings 2 в первый день и уже охватывает контент многих dlc своего предшественника например первая стартовая дата 867 год от рождества христова что является нововведением старых богов тем не менее ожидайте глубину а не широту у меня возникает ощущение что парадокс хочет заявить о более качественной проработке при запуске а не в создавать 7 лет расширений как это было с crusaders kings 2 играть легче чем crusaders kings 2 вроде игровой директор хенрик фаррис говорит что парадокс хотел сделать продолжение которое должно быть более доступным и с малым порогом сложности вхождения чем crusaders kings 2 но они также понимали это не то что волнует поклонников серии будьте уверены crusaders kings free какая угодно но не упрощенная тем не менее много времени и денег было вложено в более удобный пользовательский интерфейс и это видно повсюду есть подсказки информация кажется менее скрыта в меню и скрытых окнах для новых игроков ненавязчивым окне совета можно сразу увидеть информацию о том что возможно в любой момент времени о том на какие титулы вы претендуете какие войны вы можете начать кому нужно выйти замуж и так далее это полезная панель инструментов которую легко игнорировать ветеранам кроме того ирландия остров ставший традиционным для новичков и познание основ crusaders kings 2 теперь является местом для официального обучения также и в crusaders kings free вы можете сделать династию гигантов если ваш стиль игры в crusaders kings 2 тяготел к жуткой средневековой евгеники вам понравится crusaders kings free в нем полная генетическая система и много внимания уделено передачи характеристик из поколения в поколение и это будет не только ваш правитель получающий черты характера и причуды по мере того как ваша династия распространяется по всему миру через браки по расчету а семья становится все более известной вы сможете тратить свою славу на постоянные бонусы для всей вашей родословной одним из таких преимуществ является способность усиливать сохранение рожденных черт в вашей семьи это означает что если вы настроены на программу разведения глуповатых гемофильных колоссов вам вероятно повезло и вы можете сделать их каннибалами в благословение церкви след за дополнением crusader kings 2 священная ярость и его экспериментами по созданию религий динамичные верования и ерести станут важной частью crusaders kings free внесение радикальных изменений в религию в вашего королевства будет иметь последствия но если вы по-настоящему преданы делу можно создать версию католицизма в которой для вашей династии чудовищных титанов будет совершенно нормально устраивать тайны и священные каннибалистские ритуалы звучит разумно быть полным мерзавцем будет веселее механика интриг возможно не очень проработана в crusaders kings 2 наконец расцвела в третьей части есть намного больше подлых вещей с которым можно поиграть включая крючки по сути причитающиеся одолжение или грязь которую вы накопали на противников что позволит вам манипулировать неприкасаемыми персонажами например если вы поймаете мятежного барона совершившего ограбление за средневековыми сараями вы сможете шантажировать его по воле жесткому феодальному договору заговора также улучшены и сюжет и меньше полагается на сбор толпы случайных кандидатов для нападения на ненавистного соперника и больше направлен на поиск подходящих соучастников там нет места deus вольт за годы прошедшие с момента релиза crusaders kings 2 deus вольт или с переводе с латинского так хочет бог боевой клич крестоносцев одиннадцатого века стал мемом любимым расистами интернете я спросил как команда сообщества парадокс относилась к этому и мне категорически заявили что эти слова не появятся в crusaders kings free это освежает но в игре происходящее во время конфликтов фетишизируемых современными фашистами это верхушка айсберга я напишу больше о том как парадокс справляется с политически чувствительными аспектами создание игры о крестовых походах и репрезентации не европейских культур ближайшие недели большой потенциал для ролевых игр хотя crusaders kings free не растерял своих стратегических достижений в ней сильнее проявляется ее rpg днк это частично благодаря новым анимированным портретом персонажей в комплекте с вышеупомянутой смоделированной генетикой и процедурно сгенерированные основанной на личности краткие описания под ними например черствый маньяк наглый патлец хенрик фаурус сказал мне что эта игра персонажах поэтому характеры персонажей будут иметь значение везде ожидайте увидеть характеры вашего правителя и ваших соперников которые сильно влияют на все от генерации событий до технического прогресса деревья навыков пожалуй большинство рпг подобных новшеств crusaders kings free это добавление актуальных и проработанных деревьев навыков основанных на механике представленные в dlc образ жизни 2014 года для crusaders kings 2 настоящее время кажется есть три ветви привязаны каждому основному образу жизни с бонусами с такими названиями как созданный для разрушения выживать на подножьем корме или мыть руки кроме того ролевая игра углубляется механикой стресса из-за которой ваш персонаж может испытывать все большие трудности со здоровьем если выйдет за рамки своего характера рыцари это нечто большее наряду с именными лидерами ваших армии сражение в crusaders king free теперь будут принимать участие настоящие рыцари именованные персонажи из вашего королевства которые могут быть землевладельцами или придворными по-видимому в зависимости от их боевых навыков они сильно влияют на ход сражения хотя еще не видел большую часть новой боевой механики осадное оружие также добавлено в игру что не может не радовать crusader kings 2 теперь бесплатно как указано выше анонс crusaders kings free совпал с переводом crusaders kings 2 статус free to play однако это хитрый ход от парадокс и предложение не распространяется на многие dlc дополнения тем не менее это означает что у игроков желающих начать развивать свои навыки коварства и плетения интриг до релиза crusaders kings free больше чем достаточно причин дабы погрузиться в crusaders kings 2 возможно самая очеловечную стратегическую игру в которой я когда-либо играл получить бесплатно crusaders kings 2 вы можете на странице игры в сервисе steam вот такая любопытная статья вышла на rock paper shotgun надеюсь вам было интересно прослушать ее перевод еще раз спасибо комраду клариус и форуму стратегиум за перевод данной статьи ну и поздравляю всех поклонников стратегических игр от парадоксов с новым анонсом crusader kings 3 на этом все с вами был кос встретимся на империале вот такая там все с вами graves не шуток вот такая там все же с вами была включена все с вами было